Всем привет, друзья! Вы снова находитесь на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Козарчук, автор этого канала. И сегодня мы с вами продолжим разговор и видео-выпуски, посвященные тестированию организма, в частности работоспособности наших суставов. В одном из последних видео я вам показал упражнения, состоящие из различных вариантов, для того, чтобы вы могли проверить голеностоп и коленные суставы на функционал. Если вы можете сесть по-турецки и подняться без помощи рук, значит с вашими суставами, с голеностопом и с коленами все в порядке. Но возник еще один вопрос, а как проверить тазобедренные суставы и как предотвратить возникновение остеопороза? Ну, во-первых, для того, чтобы предотвратить возникновение остеопороза, вы обязаны просто-напросто раз и навсегда забыть такое понятие, как кока-кола. Потому что именно в этом напитке находится содержание углекислого газа намного большее, чем в обычной минеральной воде, а также находятся различные вещества, растворяющие и выгоняющие кальций и натрий из организма. А это, увы, чревато различными последствиями для нашей не только пищеварительной системы, но и для всего организма в целом. Итак, давайте сейчас я вам покажу одно упражнение, на основании которого вы сможете проверить свой тазобедренный сустав. Для того, чтобы проверить наш тазобедренный сустав, мы принимаем положение лежа, вот так вот, поднимаем одну ногу в колене и свободно опускаем ее на пол. Если у вас получается это сделать без каких-либо ощущений боли или ощущения тяжести в организме, значит, с вашим тазобедренным суставом все в порядке. Если же вы не можете сделать это упражнение, то есть, подняв ногу в колене и опустить ее хотя бы наполовину, значит, у вас уже или же отложение солей в тазобедренном суставе, или застой мышц. Нужно заниматься ЛФК, нужно обратиться к своему лечащему физиотерапевту, нужно заниматься собой. Это же упражнение. Давайте еще раз его посмотрим. Я сейчас вам покажу, как это упражнение делать еще в одном варианте. Итак, первый вариант. Мы лежим на полу, поднимаем одну ногу, сгибаем ее в колене и опускаем ее на пол. Получилось с тазобедренными суставами. У вас все идеально. Это же упражнение можно делать стоя. Давайте попробуем. Если у кого хороший гестибулярный аппарат, координация движений получится. Если нет, то держитесь за стену, как говорится. Итак, мы с вами стоим, поднимаем ногу в колене, ставим ее чуть выше коленного сустава и отводим в сторону, стараясь корпусом оставаться прямо. Не так, чтобы повернуться к ноге. Это неправильно. Вы делаете вот такое движение. Если у вас получается сделать такое движение, значит у вас, как я уже сказал в начале, с тазобедренными суставами все в порядке. Если нет, тогда вам нужно обратиться к физиотерапевту. Не забудьте поделиться видео с друзьями, оставить лайк, адекватный комментарий. Ну и вот, конечно, для желающих поделиться на кофе, на коньячок, на что покрепче. Всем удачи. С вами был я, Владимир Козарчук, автор канала All Dutchman. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok